Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Вячеслав Борисович Клявень, военный комиссар городов Одинцова, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского городского округа. Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Вячеслав Борисович, хотелось бы сегодня подвести итоги осеннего призыва. Сколько ребят нашего округа сейчас проходят службу в рядах вооруженных сил? Осенний призыв у нас проходил с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Традиционно мы призываем вооруженные силы порядка 300 ребят, призывников. Такое же было примерно количество весной. Значит, поэтому если сложить эти два числа, то получится примерно в настоящее время служат у нас порядка 600 человек. Ребят проходят срочную службу. Призванные весной и призванные осенью. В каких войсках служат наши ребята? Наши ребята служат... Где они находятся? Ну, порядка 80% ребят, которых мы призываем, они остаются служить в пределах западного военного округа. Ну, это, скажем так, центральный федеральный округ и примыкающий к нему, может быть, северо-западный округ, да? До Мурманска, скажем так. Остальные ребята, процентов 20, служат в частях, которые находятся за пределами, скажем так, нашего региона и центрального федерального округа. Служат призывники во всех видах и родах вооруженных сил, которые существуют, в природе, которые существуют, в вооруженных силах вообще. Основное количество, большинство, более 100 человек служат в сухопутных войсках. На втором месте по количеству призывников это у нас ракетные войска стратегического назначения. Также служат наши ребята в космических войсках. Большой популярностью пользуются и, скажем так, проходит какой-то конкурсный отбор, борются за место службы в воздушно-десантных войсках, в частях специального назначения. Кроме того, мы призываем в воинские части Национальной гвардии, Росгвардии, в части МЧС, Министерства с чрезвычайным ситуацией, Федеральной службы охраны. По Федеральной службе охраны у нас традиционно 5 человек, ребят призываются, служат в президентском полку, в комендантском полку. И мы можем даже иногда их увидеть по телевидению, когда встречаются высокие делегации, приезжают высокие гости. Вячеслав Борисович, охотно ли сегодняшняя молодежь призывного возраста идет служить вооруженной силой? На сегодня ребята служить большей охотой. То есть ситуация меняется? Да, меняется. Но в то же время я должен сказать, что происходят некоторые колебания, скажем, да. Все-таки такая непрямая тенденция, а немножечко такая синусоида есть, существует. К примеру, подъем такой патриотизма, это было заметно невооруженным глазом. И по желанию ребят служить у нас был где-то в 2014-2015 году, когда были особые события, когда в родную гавань вернулся наш родной Крым. У нас был такой подъем патриотический. И, ну, просто отбоя не было. Мне приходилось отменять решение призывной комиссии от 50 до 100 решений по той простой причине, что мы перенабирали призывников. У меня не стоял вопрос, к примеру, розыска граждан, которые уклоняются от военной службы. То есть практически число тех, кто уклоняется от военной службы, он равнялся, стремился к нулю? Ну, таким, к минимальным значениям. Тенденция к нулю, но сейчас эта тенденция стремления к нулю, она притормозилась. И я должен сказать, наверняка, может быть, мне даже вопрос такой планируете задать, но я, может быть, опережу вас. На сегодня мы имеем порядка 200 граждан, которые уклоняются от призыва, и их приходится неоднократно вызывать. Разыскивать. Есть такие случаи, что до сих пор прямо бывает. Да, да. К сожалению, есть такие случаи, и я, ну, на мой взгляд, это позорный факт, когда в стране, где потеряно 27 миллионов жизней в годы Великой Отечественной войны, где богатейшие героические традиции, где в первые дни войны, Великой Отечественной войны многокилометровые очереди ставили забровольцев, чтобы идти на защиту своего отечества. И мы не можем эти традиции прекратить, скажем, да, развить традиции. То есть мы должны быть достойны наших предков. Не можем позволить, да, достойны наших предков. Мы не можем позволить, чтобы у нас вообще были даже единичные случаи, когда граждане уклонялись от призыва на военную службу. К сожалению, такие есть. Приходится их разыскивать, разыскивать с милицией, обращаться, готовить персональное обращение в органы внутренних дел, совместно с полицией разыскивать их, доставлять и призывать вооруженные силы. Никто, никто не уйдет. Никто не уйдет. Я должен сказать, что по сравнению, допустим, к примеру, с 2010, 2008, 2008 годом, конечно, количество граждан, которые уклоняются от призыва, сократилось. И более того, сейчас очень много ребят, которые просто желают пойти в службу, даже обучаясь в учебном заведении, имея право на отсрочку, они пишут заявление, отказываются от отсрочки, берут академический отпуск, идут служить в армии, потом возвращаются к обучению. Вячеслав Борисович, но ведь сейчас и на престижную работу будет очень сложно устроиться молодому человеку, если он все-таки не по медицинским показаниям, а просто был как раз таки из категории тех, кто просто уклонился от прохождения службы, ведь не возьмут ни в одну госструктуру. Это ведь обязательное требование. Любой отдел кадров не пропустит дальше. Совершенно верно. В июле 2013 года был издан федеральный закон, точнее, дополнение к федеральным законам, которые касаются государственной муниципальной службы и работы кадровых органов. И также дополнение внесены в федеральный закон о воинской обязанности и военной службе. С 1 января 2014 года он действует. Соответственно, с этим законом граждане, которые достигли 27 лет, но не прошли военную службу по призыву и не имели на то законных оснований, то есть уклонились они от военной службы. И если они имели на протяжении времени от 18-летия до 27-летия возможность хотя бы один раз призваться, хотя бы один раз призваться, там, одно полугодие, весенний или осенний призыв, но этого не произошло, то есть уклонились, то в этом случае граждане не получают военный билет, им не выдается, как раньше, кто-то раньше бы 27 лет погулял, от армии уклонился, от службы вооруженных сил, 27 лет пришел, дайте мне военный билет, получил военный билет и продолжает спокойно жить, заниматься своими делами, как и занимался. Сейчас военный билет не выдается, выдается справка, справка установленного образца, это бланк строгой отчетности с водяными знаками, утвержденный генеральным штабом, в котором черным по белому, дословно, как в законе написано, сейчас процитирую, выдана гражданину такому-то, как непрошедшему военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Протокол номер такой-то, дата такая-то, решение принимает призывная комиссия. И если по принятию закона этого бессрочное было действие, вот этого ограничения, не принимается на работу молодой человек государственную, муниципальную структуру какую-то, то потом, если вы помните, было дополнение, был указ отдельный президента, дополнение в этот закон, о том, что это ограничение сделали десятилетним, то есть на 10 лет, то есть на 37 лет, когда молодой человек, в принципе, развивается, да, делает карьеру, то есть он в это время останавливается, он не будет работать в муниципальных и государственных структурах. Граждане, которые не достигли 27 лет, и не прошли службу, их обязаны уволить руководители государственных, муниципальных организаций, учреждений, предприятий, администраций. Это касается и прокуратуры, и следственных органов и так далее, и так далее. То есть многих уже повольняли, по всем прошли проверки, были сделаны запросы военные комиссариаты этими всеми структурами. Уклонялся их граждане, не уклонялся, состоял, не стоял на воинском учете, как состоял, нарушал ли правила и положение инструкции о воинском учете. И более того, я скажу, что серьезные коммерческие структуры, на сегодня руководители этих организаций и кадровые органы, они один из важнейших документов, но это положено требовать припременно на работу, что теперь обязательно гражданин должен предъявить военный билет либо удостоверение гражданина подлежащего призыва. Ну, то есть какой-то документ, который говорит о том, что гражданин военнообязанный, стоит на учете, и создается вопрос, служил ли не служил. Если не служил, то, как правило, такие граждане стараются на сегодня не брать. Потому что человек, который безответственно отнесся к исполнению закона в плане служения Отечеству, навряд ли он будет преданным и в плане каких-то корпоративных правил. Ну, конечно. Поэтому на самом деле сегодня, наверное, тяжелее намного найти хорошую работу, если ты не прошел военную службу. Я, кстати, не пугаю наших призывников, но это на самом деле так. Но это реалии. Да, это реалии жизни, и они наверняка об этом многие знают. Вячеслав Борисович, что можно сказать о здоровье призывников? Вот годен, негоден, все-таки количество таких ребят увеличивается или уменьшается? Количество таких ребят уменьшается, и я должен сказать, что эта тенденция довольно устойчивая. Но тут есть причины разные, есть и объективные причины, потому что здоровый образ жизни, ЗОЖ, так называемый, он у нас сегодня тоже модное слово в тренде, и более популярный, чем вести нездоровый образ жизни. И это, естественно, влияет, скажем, и влияние школы, безусловно, сказывается здесь. И в то же время молодые люди, которые думают о своем будущем, о карьере, они, наверное, думают о своем здоровье, потому что, скорее всего, человек, который нездоров физически, имеет какие-то заболевания определенные, или его образ жизни ведет к тому, что он может приобрести какое-то заболевание, а, естественно, и будущее его жизни сложится не столь успешно. Поэтому молодые люди сегодня думают об этом тоже, и стараются как-то заботиться о здоровье. Но мы видим и в государственном масштабе, у нас достаточно много внимания уделяется здравоохранению, структурным каким-то изменениям, реформированию возможности пациента дойти в любое время до врача и так далее, и так далее. То есть все эти меры, которые принимаются в государственном масштабе, они, безусловно, влияют на здоровье не только призывников, но и здоровье нации в целом. Кроме того, небольшие изменения, послабления, введены у нас в положение военно-врачебной экспертизы, что позволяет большему количеству призывников, желающим пойти в армию, потому что... Пойти в армию, потому что многие ребята, которые имеют пограничные какие-то состояния по здоровью, но хотят, очень много ребят болеют, хотят пойти в армию. Вот возьмите в армию еще, но по здоровью я не могу взять его, к примеру. И сейчас некоторые, которые были в пограничном положении, их прописали в сторону возможности молодого человека реализовать свое желание в службе вооруженных сил. И еще одно изменение в законодательстве введено, тоже касающееся здоровье призывников. Если в прошлом молодой человек был признан на ограниченный годом к военной службе, то есть если это расшифровать, то есть он в мирное время не призывается на военную службу, только военное время, и то годен к нестроевой, то на сегодня гражданин имеет право, если он считает, что он выздоровел, у него состояние здоровья улучшилось, раньше этого невозможно было сделать, получил военный билет, все, в армию ты не идешь служить. Только мог пойти раньше по контракту, тоже пройти переосведительство и пойти на службу по контракту. То есть сегодня гражданин может по заявлению пройти переосведительство медицинское по месту жительства или комиссии военного комиссариата. Если он выздоровел, то он имеет право пойти даже служить ей на срочную службу. А все-таки насколько сегодня комфортно служить в вооруженных силах России? Ну, безусловно, мы видим, сколько внимания уделяется государством, вооруженным силам сегодня, переоснащению, там, в техническом плане, безусловно. Но главное было и остается всегда и везде, это люди, да? Люди, которые владеют техникой, оружием. И, естественно, забота и о тех людях, которые исполняют обязанности военной службы. И службы стало проще в плане чего? Стали меньше заниматься, допустим, какие-то хозяйственные вопросами, а занимаются вооруженные силы непосредственно боевой подготовкой. Больше внимания уделяется физической подготовке, огневой подготовке, тактической подготовке. Но в то же время очень много внимания уделяется и бытовым вопросам. Мы сегодня ушли от даже названия, к примеру, казарма, сейчас называется, солдатское общежитие, к примеру. Уходят от солдатской бани, сейчас устанавливаются в этих солдатских общежитиях душевые кабины и так далее. Разрешается пользоваться в установленное время мобильными телефонами, обязательный послеобеденный сон, обязательный послеобеденный сон. Кубриковая система проживания во многих воинских частях введена. Улучшенное качество питания во многих воинских частях введена организация питания под названием «Шведский стол». Военнослужащие имеют право выбора из нескольких блюд, первое, второе и так далее. Ну, это вот такие примеры. Родители призывников, к примеру, имеют право, безусловно, присутствуют на заседаниях призывной комиссии, на медицинском обследовании, имеют право сопроводить призывника даже до места службы, посмотреть, как он там служит и так далее. Проводится много акций, как день открытых дверей, когда родители могут посетить, посмотреть, как служит их сын, где он спит, где служит, как питается и так далее. Это здорово. Скоро стартует весенний призыв. Сколько в этом году ребят пойдут служить? Ну, я бы сказал, традиционно, исходя из наших возможностей, из наших ресурсов, да, исходя. Конечно, план призыва и задания по призыву мы будем знать ориентировочно где-то через месяц примерно. Ну, исходя из опыта, я скажу, что это будет примерно то же самое количество, где-то 270-300 человек мы ребят призовем, и весенний призыв, который начнется с 1 апреля. Вячеслав Борисович, в этом году 75 лет победы в Великой Отечественной войне отмечает вся страна. Как военный комиссариат участвует в этом знаковом событии для всего нашего народа? Ну, безусловно, одна из основных задач военного комиссариата это не только забота о ветеранах вооруженных сил, ветеранах Великой Отечественной войны, ветеранах боевых действий, но, безусловно, это подготовка граждан, молодых ребят к военной службе, и военный комиссариат, как структурное подразделение Министерства обороны, принимает непосредственное участие в реализации и государственных программ к патриотическому воспитанию, и в региональной, и нашего городского округа. Военный комиссариат, сотрудники военных комиссариатов участвуют в всех мероприятиях, которые проводятся, безусловно, в округе. Учитывая то, что и призыв наш будет в весенний проходить как раз под лозунгом подготовки к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, я думаю, что и вот эта подготовка, она наложит определенный отпечаток и на проведение призыва. Я надеюсь на то, что у нас количество граждан, которые уклоняются от призыва, будет все немного к нулю. Ну, а мы, конечно, будем делать все, чтобы патриотический настрой наших граждан в преддверии этого праздника был достаточно высоким. Безусловно, мы будем принимать участие в работе во всех школах, проведении уроков мужества, встречи с ветеранами. В штате военного комиссариата работает порядка 20 генералов-инспекторов, которые занимаются непосредственно этой подготовкой. Они имеют свои задачи в планах у них, в личных, индивидуальных. Они пройдут по всем школам, встретятся со всеми старшеклассниками. Это обязательно. Военный комиссариат будет участвовать в подготовке и проведении выходов и наших поисковых отрядов в поле на работе, потому что продолжаться будет работа по розыску и установлению имен тех наших воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны и захоронения которых не установлены. Будут приведены совместно с администрацией порядок памятники, места захоронения воинов погибших в годы войны, ушедших на фронт. К этой работе мы совместно с Управлением образования привлекаем наших юноармейцев, как я сказал, все патриотические клубы, безусловно. Конечно, мы будем участвовать во всех мероприятиях, которые попадутся в митинге, в прохождении воинов, в День Победы в центре города Одинцова. Проверим досконально всю базу данных участников Великой Отечественной войны. У нас осталось не так много тех воинов, которые непосредственно воевали на передовой. По нашим данным порядка 240 человек. И каждый день фактически эта цифра уменьшается, это число уменьшается. Это горько, это досадно, если хотите, что такие великие люди уходят. И мы просто обязаны сохранить все эти традиции, которые они заложили, героические традиции, передавать их нашим поколениям. Мы проверяем сейчас эту базу данных, потому что каждый ветеран Великой Отечественной войны, участник войны, получит поздравление от президента Российской Федерации. Поэтому тут недопустимы какие-то ошибки и так далее. К сожалению, такое бывает иногда. И потом в прессе где-то, да, мы о том читаем, в телевидении рассказывают таких примеров. Но их можно назвать бездушными, да, невниманием. Мы себе не можем этого позволить, безусловно. Получить поздравление от губернатора, от главы городского округа, во всей этой работе, безусловно, тоже принимаем самое активное участие. Спасибо, Вячеслав Борисович, за интересную беседу. Будем надеяться, что количество, как Вы сказали, тех, кто уклоняется от прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил, в этом году сведется к нулю. И это будет самым главным, наверное, подарком нашим ветеранам. Действительно, наши молодые люди покажут, что они достойная смена. Безусловно, да, я согласен с Вами. Еще хотел бы обратиться к нашим зрителям. Проводится очень много сегодня акций в плане подготовки к 75-летию Великой Победы. И одна из этих акций – Дорога памяти. Наверняка, они знают, слышали. К Дню Победы будет завершено строительство главного храма вооруженных сил Российской Федерации на территории парка «Патриот», где будет создан рядом музейный комплекс и мультимедийная библиотека в базе данных, которых планируется занести всех участников Великой Отечественной войны, которые были призваны на фронта войны. И с возможным занесением эту базу данных фотографий это будет работать и идти до Дня Победы. Сейчас она развернута идет. Есть сайт, который так и называется «Дорога памяти». Модератором этой акции на территории Одинцовского городского округа является военный комиссариат Одинцовского городского округа. Назначенные сотрудники, которые собираются сбором данных и отправляют в центр Министерства обороны. В то же время каждый гражданин, я и в управление образованием уже обратился, чтобы в каждой школе родители, ребят, своих предков, отцов, дедов, которые в Великой Отечественной войне воевали, они могут сами самостоятельно включить в эту базу данных. Но потом мы просто соберем статистические данные, сколько городского округа, наш Одинцовского, попало в эту базу данных фронтовиков. Естественно, любой гражданин, чьи предки воевали, кто в базу данных внес эти данные, потом, приехав в парк «Патриот», он всегда может найти специальные терминалы будут установлены и в базе данных, и данные о своем предке, призывался, чем награжден и так далее, такие общие биографические данные и фотографии. Также будут там зачитываться и фронтовые письма, к примеру, тоже вот эту базу данных можно будет внести. Я призываю всех ответить на эту патриотическую акцию работы по вековечению памяти погибших, умерших защитников нашего Отечества, ваших предков, участников Великой Отечественной войны. Спасибо, Вячеслав Борисович. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok